Троица – это символ единения Отца Сына и Святого Духа. В этом году праздник приходится на 7 июня, ровно 50 дней со дня Пасхи. Отец Михаил Благочин и Перезняковского округа говорит, что этот день считается рождением Русской Церкви. На праздник Святой Троицы украшаются храмы, зеленый вид. Это как бы преображается, сама природа, сам Бог дает обновление этой природы. Одна из главных традиций в этот праздник не только наряжать храмы, но и проявлять милосердие. Например, подать милостыню нуждающимся. А за день до Троицы в так называемую родительскую субботу верующие идут на кладбище и поминают родных и близких. Но в этом году стоит сделать исключение. Кладбище можно посещать всегда, не только в эти дни. Не нужно делать столпотворения и тому подобное. Но нужно вести себя правильно. Не нужно приносить пищи, не нужно распивать спиртные напитки. Это большой есть грех и в общем-то это некрасиво. В эту родительскую субботу все погосты будут закрыты для посещения, сообщил Роспотребнадзор. Количество заболеваний коронавирусной инфекцией в Пермском крае, в том числе и в нашем городе, растет. Поэтому в предстоящие выходные на кладбище будет работать полиция. Я понимаю, что это церковный православный праздник Троица, это родительская суббота. Но в связи с тем, что в городе сложная эпидемиологическая обстановка, я прошу граждан перенести посещение кладбища на более поздний срок, когда у нас ситуация немножко стабилизируется. Встретить праздник Троицы можно и дома, говорят священнослужители. Ведь самое главное в этот день – это молитва. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникаме.